Микрорайон Ново-Ильинка. В Бакинском проезде даже в обеденный перерыв кипит работа. Спецтехника оперативно сгребает сугробы на обочину. Дворники чистят придомовые территории и подходы к подъездам. Тротуар к детскому саду уже свободен от снежного плена. Сейчас проблема в другом. Припаркованные машины сильно мешают. Автовладельцы загораживают проезды для тяжелой техники. К контейнерным площадкам часто не подъехать. Это огромная проблема. Если вы посмотрите машины, мы понимаем, что машинам надо парковаться. Но, повторюсь, в дни снегопадов, пожалуйста, повнимательнее обходите эти места, где находится снег. По прогнозам синоптиков, снег в Иванове будет идти до конца рабочей недели. Неравную схватку с заносами управляющие компании уже бросили все силы. За малогабаритными снегоуборщиками к частникам выстраиваются в очередь. Подрядные организации со своей техникой в эти дни пользуются бешеной популярностью. Самое главное – это, конечно, проездные основные улицы и тротуары рядом с ними. Вот у нас была беда с тротуарами. В этом году мы пытаемся, так сказать, наладить и эту работу проводить. На борьбу со снежными заносами во второй половине дня вторника на дежурство направили максимальное количество комбинированных дорожных машин. С них сгребают свыше 100 единиц специализированной техники. В ручном режиме на расчистке улиц полторы сотни рабочих. В эти дни, безусловно, они будут работать практически в круглосуточном режиме. Это то, что я имею в виду технику, да, то есть, как бы, с разными видами работ, соответственно, будет уделено время проезжей части основных магистральных улиц. Второстепенные улицы также не останутся забыты. Значит, тротуаром будет организована прочистка. Понятно, что людской ресурс, он будет привлекаться, ну, в более короткие промежутки времени, там, значит, с утра. Ну, всю световую часть дня. Спецтехнику можно увидеть и возле остановочных павильонов. Однако, из разговора с ивановцами, проживающими в районе мебельного комбината, снег их меньше беспокоит, чем отсутствие маршруток. Да, вроде нормально чистят. Ну, хотя, главное, это улица, наверное, нормально. А вот я живу, например, на четвертой линии, там вообще не чистят. Как вам? Чистят, не чистят? Да, чистят, молодцы. Молодцы, молодцы, но действительно, хорошо бы еще и у дворов. Вообще, отлично, не только за центры взялись, но еще и за окраину. Молодцы. После окончания снегопада власти обещают ивановцам, что займутся вывозом огромных снежных навалов с улиц города. В то же время чиновники напоминают, что оставить заявку на уборку территории общего пользования можно в социальных сетях на страницах администрации города Иваново, ВКонтакте и Одноклассниках. В городской единой дежурной диспетчерской службе обращения жителей примут в любое время суток. Владимир Еремин, Григорий Марьянов, телекомпания «Барс». Владимир Еремин, Григорий Марьянов, телекомпания «Барс».